Всем привет! Это видео я, как обычно, начну с объявления. Если вы решили приобрести удобрения, которыми пользуюсь я, то на сайте производителя для зрителей моего канала действует специальная скидка в размере 30%. Чтобы воспользоваться этим предложением, вам достаточно при оформлении заказа написать, что вы зашли на сайт по ссылке с моего канала. От себя могу добавить, что этими удобрениями я пользуюсь уже не первый год и показывают они себя очень хорошо. Все растения отлично растут и имеют яркую окраску. И даже такие сложные растения, как буцефаландры и криптокорина нурии, на этих удобрениях у меня не только растут, но и даже цветут. Ссылка на сайт с удобрениями будет в описании под видео. А сейчас я покажу вам результаты прополки и то, что у меня получилось. Так, вот так аквариум выглядит со стороны. И сейчас слева направо вам вкратце расскажу. Значит, вот это тот угол, где сверху было нагромождение жемчужной травы. Если вы помните, под ним было очень темно. Сейчас свет сюда начал пробиваться. Эхинодорус нежный явно на это отреагировал. Вот видно, у него все листья в пузырях. Он начал активно вырабатывать кислород. Потом рядом с ним бальбитис. Вот этот лист, такой куцый, он его так уже пытался в сторону выбросить, чтобы дотянуться до света. Но думаю, что сейчас ему будет уже гораздо полегче. Остальные листья бальбитиса тоже положительно отреагировали на свет. Видно, что они все в пузырях. Растение начало активно вырабатывать кислород. Вот нижние листья. Процесс фотосинтеза явно начал происходить гораздо активнее. И видно, что растению стало гораздо лучше. Так, что у нас дальше? Дальше. Так, здесь ничего не делалось. Вот это кустик Людвиги Рубин. Я ее укорачивал в прошлый раз. Он потихоньку растет. Потом. Вон сзади Людвиги жемчужная трава. Это то, что я оставил от той большой шапки, которая была. Там буквально несколько веточек. Я думаю, что она разрастется. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, и вот спереди укороченные Людвиги. Оставил тоже, ну, совсем чуть-чуть их. Мне такие коротенькие полянки больше нравятся, чем тогда, когда они вырастают до самого верха. Так. Перестолистник. Я его высадил под заднюю стенку. Я так прогнозирую, что он будет дорастать до верха и опять стелиться по поверхности воды. Ну, поэтому я его, как бы так, поместил в самый дальний угол. Будем его периодически укорачивать. Так, и вот, опять-таки, последствия того, что свет начал пробиваться. РДС ДГАЯ весь покрылся пузырями кислорода. То есть, видно явно, что, ну, растения стали себя вести абсолютно по-другому. Им стало явно получше. Так, что вам еще показать? Сейчас покажу вам, как аквариум выглядит с боков. Оставил я еще сверху немножко растений. Вот, в частности, Анубиас. И вот такую полянку, полянку Монте-Карло. Пусть еще немножко подрастет. Потом, с этой стороны, вот такая картинка. Вот так вот это выглядит. Здесь у меня коряга. Она у меня сквозная, получается. Типа, как дупла. Сверху. Оставил я несколько веток гидрокатилы. Хотя я уже, в принципе, зарекался не делать так, чтобы сверху оставались растения какие-то. Потом это все дело разрастается, и опять начинает затенять. Ну, не знаю, оставлю немножко. Пусть еще побудут. Так, дропчекер. Дропчекер зеленого цвета. Кстати, газа можно будет качать поменьше. Потому как растений стало меньше. Еще раз общий вид. Смотрите мой канал. Я на нем буду стараться размечать только полезную, проверенную информацию. И всю теорию буду стараться подкреплять практикой. А на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok